добрый день поступил вопрос текста будет много я буду сокращать опять же тут надо кое-что удалять чтобы не дать возможности идентифицировать автора значит женщина 27 лет каких-то явных отягощений по анамнезу нету в детстве ставил невролог диагноз перинатальная энцефалопатия после года с ним с учета сняли в принципе плюс минус ранее развитие без каких-то таких вот значимых особенностей которые бы позволяли о чем-то однозначно говорить были некоторые проблемы зеркалила цифры порядок арифметических действий первом втором классе по математике в остальном в принципе училась хорошо отношения были нормальные отношения и с учителями и с одноклассниками после окончания школы переехала в другой город для поступления на высшее образование по дизайну сначала на бюджет не поступила потом со второго раза поступила все тоже было бы ничего в январе шестнадцатого года на обходе была договоренность с подругами что они развесят работы но не знаю что это значит что значит обход видимо какой-то это самый термин в области дизайна была договоренность подругами что они развесят моя работа но они этого не сделали в результате я была подана на отчислении после этого с конца шестнадцатого перестала посещать занятия практически не выходила ни из комнаты не ела сидела в контакте рассорилась с знакомыми друзьями близкими были выраженные колебания настроения была раздражительные в это же время познакомилась с своим молодым человеком в контакте далее в середине марта шестнадцатого поехала на трехдневные в кавычках коммунарские сборы в школу в которую я окончила там вела себя не вполне адекватно курила при учителях мне казалось что про меня снимают кино директор школы снял меня со сборов опять же не знаю что такое вот эти вот коммунарские сборы человек уже в школе не учится и почему он не может курить при учителях ну хотя может самой школе конечно этого не следует делать но в общем то уже как бы ну не знаю короче говоря не знаю что за мероприятие не могу оценивать поэтому но видимо вела себя неправильно проконсультировалась у психиатра поставил маниакальный эпизод биполярного аффективного расстройства было назначено лечение далее в апреле шестнадцатого года вернулась в город где собственно получала высшее образование формула академ по состоянию здоровья проработала три месяца магазин нижнего белья в феврале семнадцатого вернулась в вуз девятнадцатом окончила защитилась не отлично представила коллекцию одежды после окончания учебы занималась своим брендом одежды но пока доходы не приносит ну есть некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом с гормонами не вполне понятно но правда тут надо делать пометки на то что какое лечение проводилось проблемы в психоэмоциональной сфере первое ничего не понимаю о чем говорят люди фильмы и т.д. не чувствую голод жажду температуру эмоции ем и пью только потому что нужно нет воспоминаний не могу вспомнить истории с детства или университета сложно выполнять элементарные действия помыться приготовить еду и т.д. очень неловкие движения все делаю с трудом плохо сплю 35 часов за ночь после пробуждения ворочаюсь уже не могу заснуть при этом нет желания спать ничего не снится уже много лет постоянно гусиная кожа на теле перестала чувствовать вкус сигарет приятное ощущение от них опьянение от алкоголя желание выпить в хронологическом порядке тут запись идет уже не от лица вот самого человека который обратился с вопросом а от лица подруги которая записывает вместе с ней с ее слов потому что она сама ну как вот было сказано выше ничего не помнит значит по идее первый миниакальный эпизод был 2016 году на вот этих вот пресловутых сборах был назначен седолит 900 миллиграмм ну литий то бишь потом ваше описанное состояние после угрозы отчисления из института седолит на принимала до лета 19 то есть 16 по 19 год три года с психиатром регулярно не встречалась мать психолог с образованием психиатра чаще всего или всегда лечение назначалась мамиными знакомыми врачами соответственно автор письма говорила маме о симптомах мама передавала врачам врачи самого автора письма не видели но соответственно никто не наблюдал а вот через треть руки какие-то рекомендации давались тем не менее в декабре 19 года то есть после седолита при нем начал принимать квитиопин 25 миллиграмм в сутки как замена лития принимал до 21 года то есть два года состояние было стабильным но было тревожно часто звонила маме узнать все ли в порядке начала начал заниматься своим брендом одежды очень переживала по каждому незначительному поводу в эти периоды не могла говорить ни о чем другом кроме своих переживаний других слушал очень рассеянно были редкие вспышки гнева не одна неоднократно разбивала телефон но не вредила ни себе ни другим далее с июня 21 года поменяли квитиопин на аланзопин с октября добавили рейдинг непонятно вот добавили реагилу или заменили аланзопин на реагилу улучшение или ухудшение при смене препаратов не помнит в какой-то момент появилась идея что ее покляла гадалка которая она обращалась 67 лет назад по ее словам забыла перевести часть денег хотела записать написать гадалки отдать деньги которые должны все ее отговаривали потому что поэтому деньги так все-таки не перевела в декабре идея ушла на второй план хотя полностью не исчезла с декабря принимала карбамазепин 400 плюс родила полтора миллиграмма состояние было депрессивным пропал аппетит явная ангидония говорил что ничего не хочется была очень поникшей легла в психиатрическую больницу в середине марта 2022 года на две недели перестала принимать свои лекарства в больнице давали хлор протекция 60 респиридон 2 кортексин 10 внутри мышечно поставили диагноз смешанное органическое смешанное расстройство личности органическое расстройство настроения заключение мрт признаки единичных структурно-глиозных дистрибуляторных микроочагов белом веществе лобных долей незначительно выраженная смешанная несимметричная открытая гидроцефалия мрт картина может соответствовать исходу перинатальной гипоксической энцефалопатии ну линкокфорня киста это бог с ним невролог какой-то патологии неврологической не выявил на энцефалограмме все в норме в начале апреля вышла допринимала хлор протексен две недели до июля ничего не принимала терапия по всей видимости не назначалась после больницы речь стала заторможенной монотонной вместо тревожной стала апатичной тон жалобный начала жаловаться на то что нет воспоминаний кажется их никогда не было жалуется что не может ничего вообразить представить закрытыми глазами говорит что вроде так всегда было не может читать книги не понимает не запоминает прочитанное сложности в выполнении ежедневных действий уложить волосы приготовить еду ходит психологу по рекомендации матери которая почему-то убеждена что проблем психологические сложности с выполнением заданий по типу вести дневник эмоции и так далее потому что эмоции не испытывает говорит нет переживаний за родителей за мать как будто все равно если что-то случится последнее время июль двадцать второго года состояние ухудши ухудшается устроилась на работу в магазин женского белья почти почти проработала месте и сказали что уволит если она ничего не продаст не может запомнить где лежит белье какой материал клеила ли бирки начинала пить аторакс третика по одной таблетке положительных изменений не замечает появились проблемы с письмом путает букву например пишет г вместо р уже не может уложить волосы не готовит сама говорит что не помню сколько часов спала и ощущение что вообще не спала все движения неуклюжие не получаются обычные вещи трясутся руки сил нет в период после пробуждения перед отходом ко сно в голове бессвязные диалоги какие бывают при сильную усталость мысли обрываются кажется что мысли нет вообще в речи снова сильнее выражена тревога и страх что ничего не помнит и не понимает ей кажется что развивается слабоумие последнее время возросла тревожность не понимает почему ни от каких препаратов не чувствовала улучшения надо сделать ремарку она и не помнит чувствовала она улучшение или нет по большому счету на самом деле в монологе вспоминая всплывает что не чувствует с ними связи не может вообразить визуально кажется что нет эмоции особенно положительные действительно очень притуплены однако есть явный страх за свое состояние чувство вины перед родителем за то что она не может выполнять то о чем ее просит активно заниматься психологом нормально работать в магазине вопрос я предупреждал что текста много вопрос в чем может быть проблема какие варианты диагноза адекватно ли назначено ли чем назначенное лечение и такая частая смена препаратов какие действия стоит предпринять в первую очередь смотрите по поводу диагноза но вы сами совершенно справедливо указали в письме что фактически диагностика проводилась через третий лицо то есть автор письма жаловалась маме мама передавала жалобы психиатром психиатры выдавали на основании рассказа пересказа рассказа точнее третьим лицом какое-то заключение на основании этого заключения ставились какие-то диагнозы назначалось какое-то лечение вот этого делать категорически нельзя по сути дела вы сейчас повторяете то же самое то есть вот вы описали да там есть описание написаны автора письма есть описание вместе с подругой но тем не менее тем не менее это не наблюдение пациента это не то на основании чего можно ставить какой-то диагноз поймите это пожалуйста это надо понять абсолютно четко в вашем случае без вариантов нужно найти того психиатра у которого вы будете постоянно наблюдаться и постоянно лечиться не заочно через маму и не две недели в больнице а постоянно то есть речь идет о месяцах ну скорее даже годах не хочу заранее гадать но пока что скорее всего так в любом случае это должен быть нормальный живой доктор с которым вы непосредственно будете коммуницировать потому что вот те описания которые даны они могут соответствовать одному диагнозу то что вы являете собой так скажем в живую может быть совершенно противоположным я неоднократно сталкивался со случаями когда допустим сначала обращаются родители и описывают ну чистейшую картину шизофрении потом видишь молодого человека у него тревожное расстройство у него уже были назначены приблизительно таким же образом нейролептики там одни и другие трети побочных эффектов куча протенционизм лекарственные а тревога зашкаливала и зашкаливает потому что все описание через третье лицо ну еще плюс сами родители тоже часто любят погуглить какие-то симптомы ну и сами пациенты тоже любят погуглить вот поэтому первое что вам абсолютно необходимо сделать почему я не хочу говорить о каких-то диагнозах даже вам нужен психиатр который будет непосредственно работать с вами напрямую без посредников то есть кто-то может присутствовать при вашем общении но общаться должны вы и психиатр именно так в этом собственно говоря в чем в чем может быть проблема и какие варианты диагноза вот проблема в первая очередная проблема это именно в этом если говорить об описании подчеркиваю еще раз об описании не о пациенте пациента я не видел и не слышал поэтому я не могу говорить о пациенте что мы видим мы видим в общем-то действительно нарастающие расстройства мышления снижение когнитивное ментальное мы видим трудности в уходе за собой мы видим трудности переключения внимания мы видим трудности в управлении собственным мышлением понятно что здесь хоть ну плюс еще негативная так понимаю симптоматика да там нарастающая энгидония апатия да ну вот конечно здесь хочешь не хочешь начинаешь думать о различных диагнозах с приставкой шиза это если все именно так как вот описаны так соответствует действительности повторюсь ваше описание совершенно не обязательно отражает реальную картину не потому что вы плохо описываете не потому что вы плохо разбираетесь просто потому что это нужно видеть врачу для того чтобы ставить диагноз нельзя ставить диагноз по описанию в письме нужно видеть пациента вот отчасти за такую идею если мы говорим о чем-то с приставкой шиза да то тут и судя потому что был диагноз бар до биполярное расстройство опять же не знаю как его поставили вроде бы как маниакальный эпизод хотя я бы не сказал что описание прямо типичного маниакального эпизода вот если скрестить эти два компонента бар и расстройство шизофренического спектра то получается шизоэффективное расстройство но опять же не скажу что здесь достаточно для этого симптомов тем более пришли за эффективным расстройство все-таки вот такое вот нарастающие прогрессирующие нарушение трудности мышления концентрации внимание переключения управления мыслительными процессами они не слишком характерно да там бывают но как правило более эффективно заряженные и менее такие тяжелые в плане расстройств мышления процессы симптомы синдромы вот поэтому конечно теоретически можно было бы подумать прошу за эффективное расстройство но данных все равно недостаточно и в любом случае это данные описания а не конкретный пациент насчет адекватного лечения но чтобы говорить об адекватности лечения нужно понимать адекватность диагноза я не могу поставить диагноз на основании того что есть потому что помимо того что можно думать про расстройство шизофренического спектра здесь конечно нужно более углубленные исследовать и неврологические проблемы может быть только действительно какое-то системное неврологическое заболевание имеет место быть или может быть и то и другое к сожалению тоже то есть может быть расстройство психическое и не такое тяжелое а параллельно развивающиеся все более тяжелой неврологической патологии поэтому по неврологию нужно углубленное исследование чтобы исключить именно вот эти нарушения мышления памяти невозможность выполнения элементарных действий вследствие каких-то дегенеративных либо дистрофических процессов головном мозге но те исследования которых вы привели там про это данных нет но это не значит что нужно просто успокоиться ничего не предпринимать поэтому более углубленные исследования по неврологии исключение полное исключение неврологической патологии но и тогда уже или либо параллельно с этим обязательно обращение к психиатру который будет вести непосредственно этого пациента насчет лечения но в принципе она не совсем кошмарная да то есть она не то что является каким-то образцом неадекватности когда был бар назначали литий когда литий меняли меняли на квитиопин правда на микроскопическую совершенно дозировку она никак не могла перекрыть ту дозу лития которая была назначена аланзопин реагила тоже небольшие дозировки хлор протексену больницы тоже небольшая дозировка в принципе я бы сказал так лечение не то что неправильное но скорее всего она требовала бы очень существенных коррекций дозировок то что принималось она но чисто с формальной точки зрения нормально а судя по тяжести пациента тяжести состояния пациента психического либо нужно в принципе другое лечение если это неврологическая патология либо нужны принципиальные иные дозировки так ну частая смена препаратов нет это не частая смена препаратов в принципе этого достаточно чтобы понять работает не работает так что с частотой смены все нормально ну и какие действия стоит предпринять в первую очередь это я создал самом начале первую очередь необходимо найти того психиатра с которым вы будете работать очно дистанционно это может быть вариант но главное напрямую то есть вы работаете с психиатром а не какой-то посредник это то что нужно сделать первую очередь после того как побеседуете с психиатром можно рассмотреть вопрос об уточнении исключения собственной неврологической патологии которая ну к сожалению не может быть исключена вот на основании только того что уже сделано и с учетом того что в принципе некоторые неврологические знаки все-таки есть так что вот так вот дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука точка на это нашем канале на портале youtube.com всего вам хорошего до свидания